Ну, наконец-то и Трамп наш. За эти первые полгода президентства Дональда Трампа отношения между новой американской администрацией и украинским государством прошли по-настоящему большую эволюцию. От уровня, мягко говоря, заморозков до нормальных рабочих отношений, которые на этой неделе проявились в том числе и в виде личной встречи двух президентов Украины и США. О том, как в Вашингтоне оценивают эту встречу и о том, какие решения удалось принять, в материале свидетеля событий Дмитрия Анопченко. Отблески полицейских мигалок и сирены машин сопровождения, кортеж украинского президента в эти дни наколесил столько, что полицейским из эскорта по два выходных дали. Порошенко видели и в Арлингстоне, возле Пентагона, и в районе Фоги-Боттом, где находится здание госдепа, на Пенсильвании, Авеню и на Капитолийском холме. Тем, кто не входил в официальную делегацию и не передвигался в кортеже, было нереально не просто успеть на все мероприятия, протокольные мероприятия в рамках этой программы, а они были открыты для прессы, но и просто уследить, а вот где в эту минуту находится президент Порошенко. Только представьте, у него было 7-8 встреч в день. За 36 часов он встретился с ключевыми игроками команды Трампа. Причем с большинством из них это было первое знакомство. А вот с вице-президентом Пенсом Петр Порошенко уже знаком. И это здорово выручало. Встречались на Мюнхенской конференции в феврале. В Белом доме не принято говорить об этом вслух, но непубличный вице-президент на самом деле решает очень многое. В первую очередь в международной политике. Со встречи с Пенсом Порошенко и начал переговоры. Дальше беседа с Трампом, о которой столько слухов было. Ее главным итогом украинский президент чуть позже назовет сохранение санкций. Первое – это сохранение, а иногда и усиление санкционного режима по отношению к Российской Федерации, аж до полного выполнения имплементации Минских угод. Думаю, что это очень важно. И не случайно, что именно в период перебивания украинской делегации США запровадили новые санкции. Американская политика зачастую символична и полна намеков. И то, что с Порошенко встретились раньше, чем с Путиным, тоже откровенный знак, делятся дипломаты. А вот стоит ли искать намеки в том, что происходило вокруг встречи с Трампом, страна всю эту неделю гадала. На ней был и человек, который эту встречу готовил. Украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый. Я могу сейчас приоткрыть секрет, что была величезная противодействие к этому, к этой встрече. И эта противодействие шла с разных сторон и, на жаль, также с некоторых политических сил в самой Украине. Через лоббистов, через такой вплив. И, очевидно, с Россией. О чем конкретно речь, дипломат рассказывать не может. Но по информации журналистов из пола Белого дома, лоббисты выходили и на окружение Трампа, и даже на его семью, пытаясь сорвать переговоры. А когда они все же состоялись, то обросли огромным количеством фейков. Мол, встреча не настоящая, ведь возле президентов не было украинского флага. Хотя в американской службе протокола нам сообщили, флаг другой стороны в овальном кабинете в принципе не ставят. Мол, говорили буквально на ходу. Хотя встреча длилась около полчаса. Общались напрямую по-английски. Так, как все спілкуються английскими, это фактически делает долгими обговорениями. И те, кто говорит, что не можно за 30 минут провести переговоры по всем моментам, которые нас интересуют, они, может быть, не умеют работать так, как работает президент Порошенко и его команда. Причем говорили не только президенты. По свидетельству людей, которые были в овальном кабинете, в разговоре участвовали все. И из него стало понятно. И Майк Пенс, и советник по нацбезопасности Макмастер симпатизируют Украине. Еще один человек из команды поддержки, Джеймс Мэттис, новый глава Пентагона, он и раньше-то своих взглядов особо не скрывал, и сейчас откровенен. Сохранение санкций необходимо, как и более существенная поддержка Киева, Москва должна почувствовать, что время не на ее стороне. В дипломатических кругах говорят, именно генералу Мэттису Трамп поручил координировать военную помощь Украине, которую вскоре существенно расширят. Трамп, в принципе, делает сейчас ставку на армию, на оружие и перевооружение, на силу. Кеннеди был таким же. Он не спустил бы Путину захват Крыма и все остальные угрозы. Он был реалистом. И, похоже, Трамп, для которого Кеннеди – пример для подражания, тоже будет становиться все более жестким и решительным. Но когда же будет результат? Не останутся ли эти заявления лишь благими намерениями? Петр Порошенко уверен, счет идет на месяцы. К началу осени чиновники команды Трампа подтянутся в Киев. Два ответных визита уже подтверждены. Тогда-то и должны быть приняты решения, основу которых заложили сейчас. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!